Это большие холодильные камеры. Температура всегда минус 30. В данном случае здесь хранится мясная продукция. Позже из этого мяса приготовят одни из самых вкусных и любимых блюд – пожарские котлеты. В соседних холодильниках бережно хранятся овощи и фрукты. Все они выращены в нашем регионе. На комбинате школьного питания «Дружба» работает около 700 сотрудников. Все они изо дня в день стараются подготовить для детей только самые лучшие блюда из натуральных продуктов. По всему городу составляется единое цикличное меню для всех дошкольных образовательных учреждений. Согласно нашему Санпину, чтобы выполнить все натуральные нормы и приблизиться к тому, чтобы на самом деле дети съели, чтобы съедаемость тарелки была пустая, чтобы это было в удовольствие детям. К слову, для проверки качества на предприятии есть собственная лаборатория, оснащенная современным оборудованием. Проверяем обеденную готовую продукцию. Что у нас для этого есть? Для этого у нас есть оборудование, которое позволяет определить обеденной пищевой продукцией готовую массовую долю жира. Сухие вещества определяем, можем определить влажность. Также мы проверяем температурный режим лед. Для этого у нас есть термометры, поверенные нашим самарским ССМ. Как, а главное, чем кормят детей в школах и детских садах? Это лично проверили тольятинские мамы вместе с представителями администрации в рамках проекта «Родители за безопасное детство». Мы открываем родителям возможность продегустировать и посмотреть организацию питания детей. И если мы говорили о школах, то мы впервые сегодня проводим такой рейд на территории дошкольных образовательных учреждений. После посещения предприятия родители отправились в детский сад «Золотая рыбка». Здесь родителям показали уже готовые блюда. В меню на сегодня вкусные щи и винегрет. Глядя на то, с каким аппетитом кушают ребята, комиссия родителей и участников проекта «Родители за безопасное детство» остались довольны. Проект «Родители за безопасное детство» вошел в топ-100 лучших практик регионов России по поддержке семьи и детства. Яна Серко, Михаил Цуркин, Новости Тольятти.